Сегодня поговорим о том опыте использования браслета Amazfit Bip или Xiaomi Amazfit Bip, как его еще называют, в течение полугода. Использовала его каждый день. Изначально в нем была отключена проверка пульса в ночное время и вообще проверка пульса была отключена. Поэтому батарейки хватает в среднем чуть больше 45 дней. 45 дней это как бы самый минимум. За все это время я его заряжал 4-5 раз. С ним происходила масса разных событий. Он и зависал, я его и перепрошивал. В конечном итоге остался на китайской прошивке, так как она самая стабильная, самая живучая. Пользуюсь русским меню. Стоит ли его сейчас покупать? Я думаю стоит в свете того, что Xiaomi Mi Band 3 не оправдал всех ожиданий у пользователей. По сути это тот же самый Mi Band 2, просто в увеличенном корпусе и со свайпами по экрану, добавленными. В принципе усугубляться не будем. Здесь очень хороший дисплей, который видно без подсветки в любое время суток, кроме ночного соответственно. То есть подсветка вам понадобится ночью и то не всегда. Если есть внутреннее освещение, то читаемый совершенно дисплей. Шаги меряет превосходно. Также превосходно справляется с GPS-отслеживанием для тренировок. Вот я катался на велосипеде, ходил, бегал. Все это в принципе считает, как тренировку нормально. За весь период эксплуатации браслета я не пожалел ни на один день, что он у меня появился. И еще хотелось бы сказать о его удобстве. Удобстве в плане отображения погоды на циферблате, в плане отображения шагов, ну всей доступной информации без подсветки, что не может не радовать. Вот. Огромное количество приложений, которые позволяют поставить сторонний софт, сторонний, ну скажем так, оболочку для отображения времени, которая работает через приложение к Xiaomi. Вот. И это очень как бы хорошо способствует тому, что можно всю информацию на доступном языке рассмотреть прямо на дисплее. В само приложение я стал заходить намного меньше и реже, потому что вся информация отображается нормально и так на циферблате. Для защиты данного девайса я использовал накладку, пленки и браслет. Браслет сейчас остался. Единственное, что накладку я снял пока. Вот. Там нормальное защищенное стекло и, в принципе, я думаю, скорее всего, что, ну если у вас там нет таких жестких условий, каких-то там работы в шахте, там, я не знаю, на станке, вот, с горячим, со стружкой, с горячим металлом, там, то смысла защищать особое я не вижу. Для повседневного использования они очень даже нормально защищены. Хорошо, скажем так. Руки в них можно помыть. На море я еще не был с ними, но вот собираюсь проверить. Там посмотрим. В целом, девайс получился очень качественный, хороший, нет всевозможных косяков, пластмасса держит форму хорошо, ушки в браслете не вылетают, не расшатываются, вот, со временем. Ну, в крайнем случае, вот, за полгода все, в принципе, как идеально, идеально работает, как новое. Вот. Ремешок, естественно, вам придется менять, потому что силиконовый ремешок, во-первых, неудобно в зимний период, там, рубашкой он расстегивается, ну не расстегивается, скажем так, перекручивается свитером, там, манжетами любыми, вот, поэтому вам его придется, скорее всего, поменять. А там уже выбирать самим миланскую петлю, которая выбешивает компас на этом девайсе, либо обычный стальной браслет. Вот. То есть, все зависит от вас. Далее, что еще хотелось бы сказать, в ссылке в описании вы сможете заказать все сопутствующие товары для защиты данного девайса, который покупал я, проверенные продавцы. Вот. Вы можете заказать также Amazfit Bip по привлекательной цене. Ссылки все актуальны. Вот. Подписывайтесь на канал. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok